Слово «смерть» только на первой странице встречается три раза. Красные флажищи, которым говорили «не надо садиться в этот батискаф». Такой посторонний, который не заражен этим старпёрским консерватизмом. Галилея не брал заложников и не отправлял их на глубину 4000 метров. Я вас предупреждаю, что вы убьёте себя и других невинных людей. И снова здравствуйте! Меня зовут Тимофеевна, и на этом канале мы разбираем поведение людей и пытаемся ответить на вопрос, какими мотивами они руководствуются. Сегодня мы проанализируем высказывания человека, который благодаря идеям о собственной грандиозности угробил себя и ещё четверых людей. Я говорю о человеке, которого зовут Stockton Rush. Совсем недавно он и четверо его пассажиров с самодельной подводной лодки погрузились на глубину почти 4000 метров, и оттуда они больше не вернулись. Для начала поговорим о контексте ситуации. Если вам хорошо знакомы обстоятельства гибели батискафа «Титан», то мотайте к следующему тайм-коду. 18 июня этого года после погружения к останкам корабля «Титаник» пропал без вести батискаф «Титан». На борту аппарата находились пять человек. Капитаном, так сказать, этого судна был его проектировщик, главный инженер и изобретатель Stockton Rush. На борту был один ученый-океанолог и трое туристов, которые заплатили за билет на этот батискаф по 250 тысяч долларов. Итак, 18 июня связь с экипажем батискафа была утрачена. Но какое-то время надежда на то, что внутри этой подлодки люди ещё живы, сохранялись. Им бы хватило кислорода примерно на четыре дня, если бы подлодка оказалась цела. Однако спустя три дня поисково-спасательную операцию переквалифицировали в операцию по поиску останков. Примерно в полукилометрах от останков «Титаника» были найдены остатки корпуса батискафа «Титан». Специалисты изучили эти обломки и пришли к выводу, что причиной гибели батискафа и также причиной мгновенной гибели всех его членов команды послужила имплозия, то есть как бы такой взрыв, направленный вовнутрь. Грубо говоря, огромное давление воды смяло батискаф, как сминается жестяная банка из-под Кока-Кола. Если что-то и может в данной ситуации утешать родственников и близких погибших, то, пожалуй, только тот факт, что они, скорее всего, умерли мгновенно и даже не успели понять, что с ними происходит. Повторюсь, генеральный директор компании Ocean Gate, которая продавала билеты на этот батискаф по имени Stockton Rush, был на борту. Он же главный конструктор, изобретатель и инженер этого батискафа. С детства Stockton Rush мечтал стать астронавтом, но у него было плохое зрение, и эти ограничения по здоровью не позволили ему воплотить свою мечту. После школы Stockton отучился на космического инженера. Знания, полученные в институте, позволили ему потом спроектировать и построить собственный самолет. Этот самолет летал и не разбился, успешно прошел все испытания. И цинично скажу, если бы этот самолет был не так хорошо построен, то, возможно, мы бы не услышали о гибели батискафа Титан. Туристы, которые покупали билет на Титан, хотели поглазеть на обломки лайнера Титаник, который затонул в 1912 году. Те, кто был знаком со Stockton Rush, отмечают, что он был невероятно обаятельным, харизматичным человеком, который мог убедительно рассказать о своих инновационных инженерных идеях. По всей видимости, он действительно мог заразить окружающих своими идеями, ведь его компания Ocean Gate успешно продавала билеты тем, кто хочет поглазеть на обломки Титаника. Знаете что? Очень часто я вами совершенно бессовестно манипулирую с применением самых предусудительных средств. Я имею в виду своих котов. Кстати, старший кот уже выполнил свою вечернюю тренировку и лежит в шавасане. У меня есть уважительная причина. Мои манипуляции оправданы благими целями, а именно здоровое тело, благоприятный режим, правильное питание. Те, кто смотрит не первое мое видео, знают, что я давно тренируюсь с платформы FitStars и всем советую делать так же. Это онлайн-платформа с лучшими тренерами, которая позволяет тренироваться более чем по 120 различным программам. Если какая-то программа не подошла или не понравилась, вы просто чувствуете, что не ваша, вы выбираете из списка 120 других программ. Здесь есть похудение, растяжка, зарядки, йога, зумба, пилатес и многое другое. И все это подходит для новичков, и вам подробно объяснят и покажут правильную технику выполнения упражнений. Для тренировок вам совершенно не нужно покупать какое-нибудь сложное и дорогое оборудование. Вы можете обойтись тем, что есть у вас дома. Я давно оформила безлимитную подписку, и сейчас прохожу курс «Идеальные ягодицы». Я уже давно говорила, что мечтаю об антипригарных ягодицах. Вот «Идеальные ягодицы» — это идеальный курс для блогера. Для меня безлимитная подписка на «Фитстарс» оказалась гораздо выгоднее, чем абонемент в спортзал. К тому же «Фитстарс» экономит для меня массу времени, я не трачу его на дорогу туда и обратно. Если вы успеете оформить тариф «Безлимит» навсегда до 31 июля, то вы сможете выиграть один из 10 телевизоров «Сбер» на платформе «Салют», а также получить много разных подарков от партнеров платформы «Фитстарс». По моему промокоду вы сможете оформить «Безлимит» со скидкой в 70%, всего за 6990 рублей. Так что переходите по ссылке в описании и оформляйте «Безлимит» и начинайте тренироваться с «Фитстарс». До катастрофы Титан несколько раз, я забыла цифру, но она где-то здесь появится, погружался к обломкам Титаника. Эти экспедиции были признаны успешными, никто не пострадал и не погиб. Но когда произошла катастрофа и эксперты начали разбирать причины этой катастрофы, то оказалось, что Стоктон Раш буквально прямым текстом говорил, что он рисковый человек, что мероприятие по погружению на Титани опасное и грозит смертью. Это именно та ситуация, когда мы не можем сказать «ну ничего не предвещало». Тут много специалистов уже сказали «а я же говорил, а я же предупреждал». И даже если не копаться в инженерных тонкостях конструкции батискафа Титан, а просто проанализировать то, что говорил и писал, ну то есть то, что заявлял от себя Стоктон Раш, становится понятно, что этот человек был опасным, грандиозным нарциссом. Прежде всего, он выдавал себя за такого ученого-новатора, за смелого исследователя, который идет вопреки правилам и стереотипам вперед. Но на деле он был бизнесменом, который наживается на любителях приключений и риска. Давайте разберем манипулятивные приемы, которые использовал Стоктон Раш для того, чтобы убедить всех и каждого, что его батискаф Титан совершенно безопасен, и следует заплатить 250 тысяч долларов за билет на этот батискаф. Главный прием, и точнее главная стратегия Стоктон Раша, он намеренно создавал у слушателя когнитивные искажения. То есть намеренно либо давал переизбыток информации, либо недостаток информации, либо апеллировал к личному опыту слушателя, ну то есть адресата своего сообщения, для того, чтобы слушатель принял решение, основанное на ошибках. Когда вами манипулируют, вам чаще всего преподносят информацию в таком искаженном или неполном виде. И вы просто не имеете возможности взвесить все за и против и критически оценить ту информацию, которая у вас в распоряжении. И я напомню, что эти неправильные решения, которые приняли пассажиры Титана, стоили им жизни. Это, к слову, о том, зачем разбирать речевые манипуляции, ведь это же не имеет никакого практического значения, а вот оказалось, очень даже имеет. Но главное, в чем Стоктон Раш был действительно виртуозом, это он перенаправлял внимание с тех вопросов, над которыми действительно стоило задуматься, на вещи, о которых можно было бы вообще не думать, которые не имели никакого значения для безопасности, рисков и в итоге для принятия решений. Как показал опыт, Раш не был гениальным инженером, он был, к сожалению, гениальным маркетологом, очень убедительным маркетологом. Ключевой прием Раша, на котором строилась вся его убедительность, заключался в том, что он не замалчивал, а, напротив, форсировал главный, так сказать, краеугольный вопрос. Я имею в виду вопрос, хорошо ли я смогу рассмотреть обломки Титаника. Нет. На самом деле это вопрос, останусь ли я в живых, если я залезу в этот батискаф. Титан не был сертифицирован и классифицирован, то есть его не проверяли на соответствие стандартам безопасности, как проверяют другие глубоководные суда. Раш это признавал, и он не просто это признавал, а подавал это как конкурентное преимущество. Вы, наверное, как и я, хотите задаться вопросом, законно ли это вообще создать подлодку, фигурально выражаясь из говна и палок, и погрузиться на большую глубину. Если вы это делаете в международных водах, то да, это законно. Главное, чтобы вы сами и ваши пассажиры, если вы кого-то берете с собой, подписали некие бумаги о том, что они осознают риски и отказываются от каких-либо претензий кому-либо. Пассажиры Титана действительно подписывали такое соглашение, и в этом соглашении слово «смерть» только на первой странице встречается три раза. Официальный сайт OceanGate сейчас по-прежнему работает на день записи этого видео, но с него удален или закрыт раздел блога, который раньше был общедоступен. Но благодаря сайту WebArchive, конечно, можно зайти в этот раздел и прочесть запись 2019 года. Это пост авторства самого Стоктона Раша. В нем он пишет, почему Титан не был классифицирован и сертифицирован. Кстати, сейчас на сайте таким маленьким малюсеньким шрифтом, красненькими буковками вверху написано, что OceanGate пока приостанавливает все свои экспедиции. Но вот никаких сожалений, никаких соболезнований семьям жертв, никаких соболезнований по поводу смерти самого главы компании, в момент записи этого видео я на сайте не нашла. Итак, давайте почитаем пост, почему Титан не был сертифицирован. Ссылку на него я оставлю в описании к видео, вы можете сами пройти на WebArchive и почитать. В письме Стоктон Раш утверждает, что безопасность – это пустая трата времени. Цитата. В этом посте Стоктон Раш пишет, цитирую, «В этой сфере, то есть в сфере сертификации, много правил, которые не имеют инженерного смысла для меня». Знаете, мне это напомнило цитату другого новатора и философа, а именно вот эту. Да, научный факт в моем мире. Также Раш пишет, что процедура сертификации безопасности настолько длительная и труднопроходимая, и это сделано намеренно, чтобы замедлить развитие науки и инноваций в сфере глубоководных погружений. По его словам, практически буквально деды-пердеды в сертификационных комиссиях сидят, и они просто замотивированы не давать развиваться таким гением науки, как Стоктон Раш. И они просто настроены на то, чтобы не сертифицировать судно, то есть отказать ему в сертификате. То есть они помурыжат претендента на сертификацию несколько лет, а потом откажут в сертификации. Такова их цель. К письму мы еще вернемся. Давайте посмотрим интервью Стоктон Раша более свеженькое прошлогодней давности к каналу CBS. Вот что он говорит о безопасности и рисках корреспонденту канала. В каком-то смысле безопасность – это пустая трата времени. Если вы целиком и полностью хотите быть в безопасности, то тогда не нужно вставать утром с кровати и садиться в автомобиль, и тогда не делайте ничего. В какой-то момент вы просто идете на некоторый риск. На самом деле это вопрос вознаграждения за риск. Я думаю, что смогу доставить вас к Титанику так же безопасно, при этом нарушая правила. Обратите внимание, он не говорит «сертификат безопасности», вот он сертификатик безопасности, доказывает, что вас доставят к обломку Титаника безопасно. А он говорит «я думаю доставить вас безопасно». То есть предлагает поверить ему на слово. Конечно, в сертификационных комиссиях сидят какие-то деды-пердеды, которые вообще не соображают ничего в глубоководных погружениях, которые настроены на то, чтобы замедлить развитие науки и инноваций, которые, может быть, просто завидуют Стоктону Рашу. Поэтому дедам-пердедам мы верить не будем. А вот Стоктону Рашу мы на слово должны поверить. О чем вообще это высказывание по поводу рисков? Раш как бы говорит нам «если вы в своей жизни вообще не можете избежать рисков, то и не надо тратить время на безопасность». И это такая очень опасная подмена понятий. Действительно, всех рисков избежать невозможно. Но можно свести некоторые необходимые риски к минимуму. Например, когда вы едите, вы подвергаете себя риску подавиться и задохнуться. Да, скажите спасибо мне за ваши параноидальные кошмары и мысли. Вы все равно едите, потому что без еды жить невозможно. Без еды человек умрет. Привет Максиму Лютому в СИЗО. Невозможно применять одну меру оценки к ежедневным и разумным рискам и к чрезмерным необязательным рискам. Например, совершенно необязательно, это не витальная жизненная потребность лезть на батискаф и погружаться на глубину 4000 метров. Однако, по логике Стоктона Раша, бояться сесть в батискаф Титан это так же глупо, как бояться утром встать с кровати. Ну и теперь более подробно про письмо и про вопрос, почему Титан не был классифицирован и сертифицирован в соответствии с требованиями безопасности. И вот тут Стоктон Раш очень умело смещает наше внимание с вопроса «А достаточно ли безопасна эта подлодка?» на вопрос «А чем вообще мотивированы старые деды-пердеды, которые сидят в сертификационных комиссиях?» Здесь Раш начинает долго и обстоятельно рассуждать на тему того, что сертификационные комиссии глубоко коррумпированы, что процесс сертификации необоснованно затянут, что это долгий и сложный процесс, который в конечном итоге приводит к тому, что наука тормозится, и научные исследования просто стоят на месте. Вместо того, чтобы просто так дать сертификат Стоктону Рашу, по вере ему на слово, таких гениев, как он, намеренно тормозят. Им намеренно вставляют палки в колеса. Заметьте, Стоктон Раш толкает нас на еще одну когнитивную ошибку. Он предлагает нам судить о мотивах людей по результатам их деятельности. То есть тот факт, что процесс сертификации судна длительный, должен нам говорить о том, что мотивы людей, которые это судно сертифицируют, они такие не очень хорошие, они, можно сказать, зловредные. Даже если мы предположим, что деды-пердеды, которые сидят в этих комитетах, действительно насквозь коррумпированы. Действительно, пусть они ничего не понимают в безопасности. Как это делает алгоритм сертификации плохим? Мы видим, что глубоководные суда, которые прошли процедуру сертификации, совершенно спокойно погружались. И некоторые из них уже даже сейчас стоят в музеях. И никакое давление океанской воды их не разрушило, потому что они были сертифицированы. Далее Stockton Rush говорит, что в его компании Ocean Gate есть инженеры, которые разработали собственную систему сертификации безопасности. Эта система, конечно же, гораздо лучше. Но мы 18 июня увидели, насколько она лучше работает. В чем секрет этой системы? В том, что судно проходит проверку на безопасность каждый раз до и после погружения. А в чем заключается эта проверка? Каждый раз до и после погружения судно осматривает инженер компании Ocean Gate. Я делаю акцент на слове «осматривает». Представьте, что вы покупаете бэушный автомобиль с рук, и вы совершенно ничего не знаете о продавце, который пытается вам втюхать этот автомобиль. То есть вы не знаете, насколько он хорошо эксплуатировал автомобиль, насколько бережно он к нему относился. Может быть, автомобиль попал 18 раз в ДТП. Может быть, этот автомобиль выловили со дна реки. Может быть, его перекрасили несколько раз. Вы этого ничего не знаете. И вместо того, чтобы организовать масштабную проверку, такой масштабный техосмотр автомобиля, вы просто его визуально осматриваете. Ладно, пусть у вас даже есть инженер, который просто визуально осматривает автомобиль. И на этом основании он дает заключение, насколько автомобиль работоспособен и насколько он безопасен. Ну, скажите, скажите, что это прекрасная идея купить вот так БО автомобиль. Напишите об этом в комментариях. Кто воспользуется моим советом? Далее РАЖ говорит, что детали и материалы, из которых сделан Титан, уже имеют собственные сертификаты безопасности. К материалам мы еще вернемся. Давайте поговорим о деталях. Что же за детали имеются в виду? Он говорит о лампочках, которые внутри и снаружи батискафа, и о камерах, которые записывают, что происходит вокруг батискафа. Кстати, эти камеры были куплены в супермаркете. И это обычные камеры, которые используются для видеонаблюдения. «Готовые детали уже проверены и безопасны, потому что они выпускаются серийно и продаются в масс-маркете». Цитата Стоктона Раша. Умолчанием здесь является та информация, что безопасность этих серийно выпущенных деталей проверена не для погружения на глубину 4000 метров. Хотя вообще зачем бы бытовые лампочки, которые люди будут покупать для дома, проверять на предмет, как они себя будут вести на глубине 4000 метров? Зачем? Далее, цитата из письма. Сертификация бизнес-процессов так же важна, как и сертификация материалов и конструкций. И это у нас на высшем уровне. Стоктон Раш намекает на то, что исследования безопасности самого батискафа как бы недостаточно. А работа в компании должна быть также организована на высшем уровне, и это в такой же степени влияет на безопасность. Здесь мы можем согласиться с Рашем. Действительно, сертификация только материалов и конструкций, возможно, это недостаточная мера, но даже ее не предприняли в Ocean Gate. Обратите внимание, здесь Раш снова заменяет вопрос, который действительно важен, на вопрос, отвлекающий внимание. То есть вопрос, а выдержит ли корпус титана давление воды, который действительно жизненно важен? Он заменяет вопросом, а что еще мы сделали для того, чтобы минимизировать риски? Хорошо, предположим, в компании сделано много всего, чтобы минимизировать риски. Компания уделяла много внимания, чтобы сертифицировать свои бизнес-процессы. Но тем не менее, все равно Раш не отвечает нам на вопрос, а выдержит ли его корпус батискафа давление такого огромного количества воды. А как вы думаете, как на самом деле обстояли дела со стандартами производства на Ocean Gate? Ну, давайте посмотрим. Вот эти кадры уже облетели весь мир, и они всех сейчас шокируют. И все на них смотрят и говорят, ну вот, вот же знак того, что этот батискаф Титан был совершенно небезопасным. Так вот, я вам хочу сказать, эти кадры были опубликованы еще до катастрофы. И многие эксперты их видели еще до катастрофы. И говорили Рашу, что батискаф Титан совершенно небезопасен. Немного подушню. Вот смотрите, основная часть корпуса батискафа состояла из углеродного волокна. И у батискафа была такая вытянутая, продолговатая форма не ради науки и инноваций, а для того, чтобы туда влезло как можно больше пассажиров, которые заплатили по 250 тысяч долларов за билет. Я не устаю повторять эту цифру. Ну, окей, основная часть корпуса из углепластика, и к ней примыкает часть корпуса, в которой расположен люк. Через люк пассажиры и члены экипажа забираются внутрь. Этот люк выполнен из сочетания титана и плексиглаза. И вот на стыке этих двух материалов есть титановое кольцо, которое приклеено клеем к углепластику. Точнее, было приклеено. Когда остатки батискафа достались со дна, стало очевидно, что от углепластикового корпуса остались вот такие примерно ошметки. Вот они. А титановое кольцо не разрушилось, оно деформировалось. Вот это кольцо на этих кадрах. Из чего эксперты делают вывод, что вода просто смяла, как жестяную банку, смяла этот углепластиковый корпус, и титановое кольцо от него просто отскочило. Давайте посмотрим, как же это титановое кольцо присоединялось к углепластиковому корпусу. Оно присоединялось с полер при помощи клея, то есть оно приклеивалось. В этом нет ничего такого странного или необычного, но только посмотрите на этого инженера, который зачищает и обезжиривает поверхность титанового кольца перед тем, как туда будет нанесен клей. Этот человек работает без перчаток, он работает в цехе, который открыт, то есть там нету такой замкнутой, чистой среды. То есть, скорее всего, пыль и, скорее всего, грязь с рук этого человека попадает на поверхность, которую потом будут обрабатывать клеем. Но самый циме, знаете, самый циме с этих кадров это вот эта грязная тряпочка, при помощи которого зачищается поверхность титанового кольца. Знаете, я не космический инженер, я даже вообще не инженер, и вообще мои инженерные познания не идут дальше ведения домашнего хозяйства. Но когда я что-то к чему-то приклеиваю, я беру тюбик клея, и обычно там написано «Обезжирьте поверхность чистой тряпкой». Я еще раз повторюсь, возможно, у меня слишком скудный мозг домохозяйки, возможно, я не оканчивала институтов, но я, по крайней мере, у меня хватает мозга, чтобы соблюдать инструкцию. Я беру чистую тряпку для того, чтобы что-то обезжирить, а потом что-то к чему-то приклеить. И вот эти кадры, я еще раз повторю, Stockton Rush дал добро на демонстрацию этих кадров, публичную демонстрацию. Но, наверное, те люди, которые покупали билет на Титан, возможно, они их не видели, а возможно, они поддавались эффекту слепого пятна. То есть, они намеренно игнорировали какие-то красные флажищи, которые им говорили, не надо садиться в этот батискаф. Следующий прием Stockton Rush это апелляция к нашему положительному опыту. Посмотрите, как снимался сюжет CBS. Вот этот человек, совершенно потрясенным, охреневшим, я бы сказала, лицом, его зовут Дэвид Поук, это корреспондент CBS, и сейчас этот человек просто нарасхват, потому что он сидел в батискафе Титана, даже погружался в этом батискафе и выжил. Ну, в смысле, не 18 июня он погружался и выжил, а раньше, в 2022 году. Его все время спрашивают, каковы ваши ощущения, как вообще вас вселило надежду, то, что вы побывали на Титане. При этом ему даже не надо отвечать, какое впечатление на него произвел этот батискаф Титан. Все достаточно видно по кадрам, по его лицу. Так вот, когда он забирается в батискаф и говорит Stockton Rush, что здесь довольно неуютная и довольно клаустрофобическая такая атмосфера, Rush отвечает, что здесь так же уютно, как в минивэне. То есть, вы путешествуете, как будто бы в минивэне. Знаете, просто даже глядя на эти кадры, я не сидела в этом батискафе, но просто глядя на эти кадры, я могу сказать, что это максимально далеко от сидения в минивэне. Мне кажется, на что это максимально похоже, так это на кабину лифта, застрявшего на глубине 4000 метров, и это вызывает у меня примерно столько же паники, как если бы я была в лифте, застрявшем на глубине 4000 метров. Я думаю, даже сам Stockton Rush понимает, что они как будто сидят в чертовом застрявшем лифте, но намеренно создают у нас ассоциации с приятным путешествием на минивэне. Я хочу подчеркнуть, что если что-то пошло не так во время путешествия на минивэне, или если вам просто разонравилось это путешествие, вы можете попросить водителя остановиться и сойти с этого минивэна. Но такой возможности у вас нет, например, в застрявшем лифте, и такой возможности, конечно, у вас нет на глубине 4000 метров. Следующий прием, который широко применял Rush, это эксплуатация образа непонятого исследователя. Он себя в открытую ассоциировал с Илоном Маском, который двигает революцию в аэрокосмическом инжиниринге, и говорил, что он такой же первооткрыватель, как Илон Маск. Эксперты, которые общались с Rush, говорили, что он хотел быть таким Илоном Маском глубоководных погружений. Вы знаете, это мой любимый прием, и здесь я опять вспоминаю Евгения Теплякова, который также строит из себя такого непонятого исследователя, такого всего из себя инновационного, и общество никак не может его понять. Вот такие у нас первооткрыватели, которые идут поперек системы. Кстати, обычно мне и любят писать под видео про Евгения Теплякова, что, ну да, ну да, Галилея тоже когда-то преследовала инквизиция. Мол, то, что Теплякова кто-то преследует, по их мнению, это доказывает, что он действительно гениальный первооткрыватель. Объясните мне, почему? Вот тут Дэвид Поук спрашивает своего героя, не вызывает ли конструкция его подлодки удивление у кого-то из этой же сферы. Истоктон Раш отвечает совершенно правдиво. Да, я определенно аутлайер, то есть посторонний человек в этой индустрии. Вот он такое интересное слово использует аутлайер, то есть как бы посторонний, но в положительной коннотации. То есть я как бы такой посторонний, который не заражен этим старперским консерватизмом. Я такой первооткрыватель с хорошей точки зрения. Конечно, до этого он создал образ таких старых дедов-пердедов, которые просто повязаны круговой поругой, которые помешаны на своей никому не нужной безопасности, а он не такой. Он такой Галилей. Однако Галилей не брал заложников, повторюсь, и не отправлял их на глубину 4000 метров. Еще один следующий прием Раши это совершенно недопустимое упрощение. Вот здесь он говорит, что углеродное волокно это лучший материал. Он лучше, чем титан. Лучше, чем много других материалов. Три раза слово лучше. Слово лучше это видимо такой мощный инженерный термин, который вмещает в себя множество физико-химических, технических, каких-то других характеристик материала. То есть для того, чтобы понять, подходит ли материал для той или иной задачи, достаточно просто знать, что он в чем-то лучше. Это углепластиковое волокно, из которого был сделан корпус, было куплено на заводе Boeing. И Раш совершенно в открытую об этом рассказывал. Он даже гордился этим фактом. Он гордился тем, что ему удалось купить волокно с большим дисконтом. Но при этом он умалчивал, почему же Boeing продал такой ценный материал по такой невысокой цене. А Boeing действительно продал углеволокно, потому что это углеволокно было более непригодно для строительства самолетов. Оно слишком долго лежало на складе и вот эти сроки хранения привели к тому, что это углеволокно больше нельзя использовать. То есть, как бы по сути, Stockton Rush купил такую просрочку и гордился ей. Мы бы, конечно, могли сказать, что ничего страшного, то, что не подходит для строительства самолетов, прекрасно подходит для строительства глубоководных батискафов. Но нет. Мы уже вот сегодня знаем, что совершенно не подходит. Следующий прием это апелляция к авторитетам в области инжиниринга. Rush много раз говорил, что его компания консультировалась с компаниями Boeing, NASA и Вашингтонским университетом. При этом в тот день, когда были обнаружены останки батискафа Титан, представители всех этих трех компаний Boeing, NASA и Вашингтонского университета выпустили пресс-релизы, в которых они заявили, что ни компании в целом, ни отдельные сотрудники не имели отношения к конструкции или тестированию батискафа Титан. То есть Stockton Rush официально открыто заявлял откровенную ложь. Затем в компании NASA признали, что отдельные инженеры в личной переписке консультировали Stockton Rush по свойствам тех или иных материалов, из которых был изготовлен Титан. Но при этом никто из специалистов не принимал участие в тестировании материалов или конструкции в глубоководных условиях. Один из представителей сертификционной компании, независимый Барт Кемпер, также консультировал Stockton Rush. И вот каковы были результаты этой консультации. Барт Кемпер направил Rush письмо, в котором он говорил буквально «Я вас предупреждаю, что вы убьете себя и других невинных людей». Вот такова была консультация Барта Кемпера. Получается, что говоря о консультациях со специалистами крупных компаний, Stockton Rush где-то просто лгал, где-то умалчивал, а где-то значительно преувеличивал. Вообще много ума не надо сказать «Я консультировалась с такими-то такими-то экспертами» и назвать несколько громких имен, но при этом не раскрывать, что мне сказали эксперты, то есть каково было их заключение по результатам консультации. Сейчас я к примеру скажу, что я ежемесячно консультируюсь у лучших врачей моего региона. Какой вывод из этого можно сделать? Или я человек, который очень тщательно заботится о своем здоровье и ответственно к нему подходит, или я человек с серьезным хроническим заболеванием, которое требует постоянного наблюдения у специалистов. И тот и другой вывод можно совершенно обоснованно сделать. И потом обратите Раш умалчивает, а принял ли он к сведению ту информацию, которую ему дали его экспертные консультанты. Как видим, как минимум предупреждения Барта Кемпера он к сведению не принял. Получается, в сухом остатке Стоктон Раш, что называется словами через рот, говорил, что он человек, который презирает излишнюю заботу о безопасности. Излишнюю. Что человек, который осознанно идет на риск и любит рисковать. Он вел себя как человек амбициозный, как человек невероятно уверенный в своих способностях. Вместо общепризнанных стандартов и экспертных мнений он предлагал ссылаться исключительно на себя и говорил, как в американских фильмах, просто доверьтесь мне. Также это был непробиваемый человек, очень упрямый и невосприимчивый к критике. И человек, у которого было слепое пятно в области недостатков своего изобретения. И все эти качества, которые Стоктон Раш демонстрировал, открыто демонстрировал на публику, все эти годы привели к гибели его самого и еще четырех человек. На этом у меня на сегодня все. Я напомню, что меня зовут Тимофеевна и мы с вами совсем скоро, я надеюсь, по более радостному поводу увидимся в следующем видео.